Общее сведение. Малярия – перемежающаяся лихорадка, болотная лихорадка, группа паразитарных заболеваний человека, возбудителями которых выступают различные виды малярийного плазмодия, поражающего преимущественные ретроциты крови и ретикулы эндотилиальную систему. Малярия протекает с лихорадочными пароксизмами, гипотеллигинальным аэмическим синдромом. Малярия широко распространена в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки. Ежегодно в мире регистрируется 350 минус 500 миллионов новых инвазий и порядка 1,3 минус 3 миллиона летальных исходов от малярии. Высокая заболеваемость малярии в мире объясняется развитием резистентности плазмодиев к специфической терапии, а переносчиков протозойной инфекции к действию инсектицидов. В связи с увеличением миграционных и туристических потоков завозные случаи малярии все чаще встречаются на территории Европы. В Т. Ч. В России. Малярия. Причины малярии. Малярию вызывают паразитические простейшие принадлежащие классу споровиков, роду П. Лосмодиум. Малярийные плазмодии. Заболевания человека вызывают 4 вида плазмодии в Пи. Вивакос. Возбудитель трехдневной малярии Пи. Малярия. Возбудитель четырехдневной малярии Пи. Фалсипарум. Возбудитель тропической малярии Пи. Авель. Возбудитель овали малярии сходной с трехдневной. Малярийные плазмодии проходят сложный жизненный цикл, включающий бесполый развитие шизогонию в организме промежуточного хозяина. Человека и половое развитие в спорагонию в организме главного хозяина, самых комаров, анофелос. Инфицирование комаров происходит при укусах человека, больного малярии или паразитоносителя. При кровососании в желудок комара попадают мужские и женские половые клетки плазмодии в микро- и макрогометациты. Здесь происходит их оплодотворение с образованием зиготы, а затем ацисты. В результате многократного деления ациста превращается в инвазионные формы плазмодиев, споразоиды, которые проникают в слюнные железы. Комара и могут там находиться в течение вторых месяцев. Инфицирование человека происходит при укусе инвазированной самкой комара, со слюной которой в кровь промежуточного хозяина проникают споразоиды. В организме человека возбудитель малярии проходит тканевую и ретроцитарную фазы своего бесполого развития. Тканевая фаза и ретроцитарная шизогония протекает в гепатоцитах и тканевых макрофагах, где споразоиды последовательно трансформируются в тканевые трафазоиды, шизонты и мирозоиды. По окончании этой фазы мирозоиды проникают в эритроциты крови, где протекает эритроцитарная фаза шизогонии. В клетках крови мирозоиды превращаются в трафазоиды, а затем в шизонты, из которых в результате деления вновь образуются мирозоиды. В конце такого цикла эритроциты разрушаются, а высвободившиеся мирозоиды внедряются в новые эритроциты, где цикл превращений повторяется вновь. В результате три четвертых эритроцитарных циклов образуются гометоциты, незрелые мужские и женские половые клетки, дальнейшее половое развитие которых протекает в организме самки комара анофилос. Учитывая особенности развития плазмодия, становится очевидным, что основным путем передачи малярии от человека человеку является трансмиссивный, реализуемый посредством укусов самками комара рода анофилос. Вместе с тем, возможно трансплацентрная передача инфекции во время беременности, а также парентеральное заражение при переливании донорской крови, взятой от паразитоносителей. В эндемических отчагах к малярии в большей степени восприимчивы дети и приезжие. Пик заболеваемости малярии совпадает с сезоном активности комаров и приходится на летнее осеннее время. Пароксизмальный характер лихорадочных приступов при малярии связан с эритроцитарной фазой развития малярийного плазмодия. Развитие лихорадки совпадает с распадом эритроцитов, высвобождением в кровь мирозаитов и продуктов их обмена. Чужеродные для организма субстанции оказывают общее токсическое воздействие, вызывая пирогенную реакцию, а также гиперплазию лимфоидных и ритикулы эндотелиальных элементов печени и селезенки, приводя к увеличению этих органов. Гомолитическая анемия при малярии является следствием распада эритроцитов. Симптомы малярии в течение малярии выделяют инкубационный период, период первичных острых проявлений, вторичный латентный период и период рецидивов. Инкубационный период при трехдневной малярии и овале малярии длится 1-3 недели, при четырехдневной 2-5 недель, при тропической около вторых недель. Типичными клиническими синдромами для всех форм малярии служат лихорадочный, гипотолеинальный и анемический. Заболевание может начинаться устроили с непродолжительных продромальных явлений, недомогания, субфибрилитета, головной боли. В течение первых дней лихорадка носит ремитирующий характер, в дальнейшем становится интермитирующий. Типичный пароксизм малярии развивается на 3-5 сутки и характеризуется последовательной сменной фаз, озноба, жара и пота. Приступ начинается обычно в первой половине дня с потрясающего озноба и нарастания температуры тела, которые вынуждают больного лечь в постель. В эту фазу отмечается тошнота, головные и мышечные боли. Кожа становится бледной, гусиные конечности холодными, появляется окрытся нос. Через 1-2 часа фаза озноба сменяется жаром, что совпадает с повышением температуры тела до 40-41 градусов. Возникает гиперемия, гипертермия, сухость кожи, инъекция склер, жажда увеличения печени и селезенки. Может отмечаться возбуждение, бред, судороги, потеря осознания. На высоком уровне температура может удерживаться до 5-8 и более часов, после чего происходит профузное и потоотделение, резко снижение температуры тела до нормального уровня, что знаменует собой окончание приступа лихорадки при малярии. При трехдневной малярии приступы повторяются каждый третий день, при четырехдневной, каждый четвертый день и так далее, к 2-3 недели развивается. Гомолитическая анемия появляется субактеричность кожи и склера при нормальной окраске мочи и кала. Своевременное лечение позволяет остановить развитие малярии после 1-2 приступов. Без специфической терапии продолжительность трехдневной малярии составляет около 2 лет, тропической около 1 года, овале малярии 3-4 года. В этом случае после 10-14 пароксизмов инфекция переходит в латентную стадию, которая может длиться от нескольких недель до 1 года и дальше. Обычно через 2-3 месяца видимого благополучия развиваются ранние рецидивы малярии, которые протекают так же, как острые проявления болезни. Поздние рецидивы возникают через 5-9 месяцев, в этот период приступы имеют более легкое течение. Осложнения малярии тяжелыми порой жизнеугрожающими осложнениями малярии могут служить Малярийная кома, малярийный алгит, разрыв селезенки, отек Мозга, ОПН, ДВС, синдром, психические нарушения Малярийная кома чаще всего осложняется течение тропической малярии. Развитие комы связано с нарушениями микроциркуляции головного мозга в результате образования паразитарных тромбов, состоящих из эритроцитов, зараженных шизонтами. В течение малярийной комы выделяют периоды сомноленции, сонливость, адинамия, сопора, резкая заторможанность, снижение рефлексов и глубокой комы отсутствие сознания и рефлексов. Летальный исход при возникновении данного осложнения наступает в 96-98% случаев. Малярийный алгит сопровождается развитием коллаптоидного состояния с артериальной гипотонией, нитевидным пульсом, гипотермией, снижением сухожильных рефлексов, бледностью кожных покровов, холодным потом. Нередко возникают поносы и явления дегидратации. Признаки разрыва селезенки при малярии возникают спонтанно и включают в себя кинжальную боль в животе с радиацией в левое плечо и лопатку, резкую бледность, холодный пот, снижение тахикардио, нитевидный пульс. По данному ЗИВа является свободная жидкость в брюшной полости. При отсутствии экстренного оперативного вмешательства быстро наступает смерть от острой кровопотери и гиповолимического шока. Отек мозга развивается при злокачественной, молниеносной форме трехдневной малярии, чаще у детей, дошкольников и подростков. Возникает на высоте лихорадочного пароксизма и характеризуется сильной головной болью, судорогами с потерей сознания, выделением пены изо рта и скорой гибелью пациента. Развитие острой почечной недостаточности при малярии связано с массивным внутрисосудистым гемолизом эритроцитов, нарушением почечного кровообращения интенсивной гемоглобинурии. Обычно является исходом гемоглобинурийной лихорадки. Специфическим осложнением тропической малярии выступают психические расстройства, включающие в себя психомоторное возбуждение, бред, галлюцинации и т.д. Диагностика малярии Фундамент клинической диагностики малярии составляет ряда признаков приступообразная интермитирующая лихорадка повторяющейся каждые 48 мили 72 часов гипотосплена мигалия, гомолитическая анемия. Одновременно выясняется факт посещения больным эндемичных регионов, перенесенных к гомотрансфузии и парентеральных вмешательств. В течение последних 2-3 месяцев Специфическим лабораторным методом диагностики малярии служит микроскопия толстой капли крови, позволяющей обнаружить наличие и количество паразитов. Качественную идентификацию вида плазмодии и стадию шизаганей проводят путем исследования на малярийной плазмодии мазка крови. Забор крови лучше производить на высоте лихорадочного приступа. Вспомогательную роль в выявлении малярии играют сирологические методы РИФ, РФ, РНГА. В плане дифференциальной диагностики наибольшее значение имеет исключение у лихорадящего больного бруцеллиза, возвратного ТИФа, лейшманиоза, сепсиса, туберкулеза, менингоэнцефалита, гомолитической желтухи, цирроза печени, лейкоза и ДРЭ. Точка. Точка.